Дистанционное телефонное мошенничество остается одним из самых часто совершаемых преступлений на территории Адыгеи. Главной причиной данного деяния остается доверчивость и невнимательность граждан, которые верят всем незнакомым собеседникам. Кроме того, в эти дни под предлогом получения компенсации за приобретенные лекарства пострадала и 73-летняя Майкопчанка. Ей с конца июня поступали звонки с разных номеров, начинающихся на 8 499 8 812. Неизвестные рассказали женщине о том, что ранее приобретенная ею лекарственная мазь содержит вредное вещество. Как утверждали аферисты, Майкопчанке положена денежная компенсация в достаточно крупном размере. Поверив им на слово, потерпевшая в течение нескольких недель производила переводы на счета, указанные мошенниками. Необходимость в этом на том конце провода объясняли якобы расходами на обработку большого комплекта документов и оплату налогов. Переведя все свои сбережения на неизвестные счета, а это 380 тысяч рублей, больше на связь никто не выходил. Тогда женщина и поняла, что попалась на уловки мошенников и обратилась в полицию. Глава МВД по Адыгеи и председатель общественного совета при ведомстве посетили центр управления регионом. Иван Бахилов и Аслан Хакушинов в ходе этого визита познакомились с коллективом, изучили процесс организации деятельности не только всего ЦУРа и в отдельности некоторых рабочих мест. Об истории создания, возможностях и специфике функционирования этой недавно созданной структуры по работе с гражданами в соцсетях участникам встречи рассказал руководитель центра Казбек Коджишау. Стороны также рассмотрели аспекты совместной работы и возможность участия в различных информационно-пропагандистских проектах. В ходе общения министр Иван Бахилов отметил, что двухсторонним взаимодействием должны быть охвачены такие направления, как противодействие мобильным мошенничествам и распространение наркомании, обеспечение дорожной безопасности и профилактика правонарушений, совершаемых особенно в отношении людей пожилого возраста. Основная задача, конечно же, скорость прохождения и реагирования власти, властных структур. И самое главное, качество ответа не отписка, а именно, как, может быть, это грубо звучало, лампочки на лампочке вкручивать, это тоже достаточно серьезно. Отметим, что МВД по Адыгеи в настоящее время имеет официальные аккаунты во всех соцсетях. И в ведомстве по-прежнему одними из главных принципов работы остаются открытость, публичность и общественное доверие. Ведется постоянный мониторинг в соцсетях, что позволяет оперативно отреагировать на все вопросы и проблемы граждан. По мнению Аслана Китовича, социальные сети дают возможность обеспечить коммуникацию с большим количеством людей на актуальные темы. И здесь это еще и эффективный, удобный способ обратной связи с населением, путем публикации комментариев и направления личных сообщений. Стороны договорились о сотрудничестве, которое будет включать в себя обмен сведениями, использование информационных площадок министерства и центра для организации работы по объективному и оперативному доведению до жителей региона наиболее актуальных вопросов.